Братья и сестры, Верка Звольдер поможет нам сегодня в очень важном теле. Если красный, то еще наш трек. Господь Святой, благослови нас, учи нас сегодня. Мы без Тебя ничего не можем сделать, Господь, но с тобой мы сможем сделать все. Ты наш учитель, ты наш уставник. И как-то благословлял многих братьев, Господь, в предыдущее поколение, Господь, сегодня благослови нас, Господь, в этом поколении, в сегодняшнем дне, в 21-м столетии. Боже исполнит Твою волю. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Слава Богу. Дорогие друзья, братья и сестры, продолжаем тему, сегодня третий день, история христианства. И я концентрую еще раз вглубь веков с вами сегодня пути, вглубь столетий. Опять о том самом времени немного сказать, которое мы обозначили еще в первом дне, как именно время зарождения, формирования, ритуального христианства, как государственной религии Римской Византийской империи. Проглашаем в этом периоде копаться. Я буду сегодня выкапывать некоторые для вас интересные сведения оттуда, с этой эпохи. Потому что если мы поймем то, что там произошло в это время, то, что происходило тогда, мы лучше будем понимать то, что происходит сегодня, сейчас. Почти все, я об этом убедился, уже много раз убеждался, почти все ложеучения, основные ереси, которые сегодня хрестят в приезд, они корнями туда уходят. Вот все налетие столетия. Я вчера упоминал, допустим, молитва за упокой. Макарий Египетский, помните, да? Этот монах-спиритист, имевший десятки опытов, официально признанных церковью католической, православной, спиритических опытов. К сожалению, именно он стал пионером в этом откровении. Возможно, и до него кто-то имел подобное, но именно в христианстве, именно в монашестве христианском, именно в Макарии Египетском. В Макарии Египетском принадлежит вот это откровение о якобы необходимости молиться за умерших. Но там по контексту его откровения шла речь больше именно как раз, я так понимаю, о умерших вне христианства, умерших в иных религиях, умерших вне церкви. За их как бы облегчение и участие. Потому что он общался как бы с духом, как он считал, умершего языческого жреца, который жаловался ему на свою печальную судьбу там и говорил, что ему облегчение бывает некоторое, когда монахи, они поют псалмой, там молятся. И он сделал вывод, как бы, что это есть откровение, что можно молиться специально, как бы, вымаливая эти души. Это было первое откровение. У монаха Макария было, ну, довольно-таки много таких моментов спиритических, но все они, почти все, они были один на один и, как бы, мы знаем только лишь из его уст, из уст, вернее, его учеников даже. То есть, как бы, без свидетелей эти были опыты общения с умершими. Хотя, есть и другие примеры. Самый уникальный, описанный вот в официальной версии, вот же те Макари Египетского, говорит, что один раз сеанс спиритический был им сделан публично. В присутствии сотен людей, очень разных людей. Это было в Египте, ну, у него же на родине, значит, когда в одном городке судили мужчину, его, собственно, должны были казнить за бессмысленное, какое-то очень жестокое убийство одной женщины. И, но подсудимый, он, значит, отрицал все, свою вину, и, как бы, мнение там людей и судей разделились, как бы, потому что одни говорили, что да, значит, он не мог такого совершить, как бы, и не виноват, и убеждал, в общем-то, убедительно говорил. Другие говорили, нет, все говорили против него, как раз. Он там находился, как бы, и женщина была убита очень жестоко, бессмысленно вообще, и ему надо его наказнить, опасный человек. И вот в Египте была практика в древности обращаться в таких случаях к спиритистам, за медиумом, для того, чтобы умерший, как мог, как, пару слов сказать, как, в среде, как, дух умершего. Но это было в древнем Египте, но впервые в истории христианства, уже в христианском Египте, как казалось бы, это было время уже четвертого столетия, уже лет 50, уже Египет был, как бы, официально христианским, так же, как и вся Египетская империя. Было решено вернуться к древней практике, обратиться к спиритистам, к медиуму. И нашли, обратились, как раз, к Макарию Египетскому, потому что он был, как бы, учеником Антония Великого, и молва о его многочисленных уже, как бы, общениях с умершими, молва уже прошлась по всему Египту. Даже в Сирии уже говорили нам, когда, что вот есть в пустыне Египетской такой монах, который общается с умершими духами. И вот, значит, монаха этого, Макария, вызвали в суд для сеанса спиритического. И описывается, что горожане, судьи, все пошли на кладбище, где была эта женщина похоронена. Макарию указали могилу, значит, и он каким-то образом вызвал духа этой женщины. Дух был слышен лишь, значит, некоторые, как бы, видели, но слышали все голос, как бы. И по голосу определили, да, что это та самая женщина, значит, горожане услышали, узнали. И голос этот женский сказал, что этот мужчина не виноват, не он есть убийца, как бы. То есть, оправдали этого мужчину, вот, значит, и, как бы, это, как считается, первый в истории христианства документально подтвержденный, как бы, факт, спиритизма, именно в присутствии судей, горожан, как бы, чиновников. Значит, и проблема в том, что Макарий Египетский, он до сих пор официально признан святым православной церкви, католической церкви. То есть, для... Я когда имел общение и встречи, некоторые, допустим, с оккультистами, некоторым я проповедовал слово, более некоторые просто открывались в разговоре, что они занимались спиритизмом, православные, ну, не все они, но многие из них были православные, христиане, ходили в храм, и не просто ходили в храм, а были религиозно-грамотными людьми. И когда я пытался говорить, что это грех, то, что они делают, даже официально церковь это же запрещает, ну, как бы, официально, по крайней мере, есть в любом храме брошюрки, популярные очень брошюрки, которые запрещают обращаться к гадателям, к спиритистам, значит, там, вызывателям умерших. Но это есть лицемерное издание, потому что на публику одно заявляется, но есть другое учение православной церкви, которое не на публику, которое не афишируется, которое как раз говорит обратное, что спиритизм это хорошо. И, значит, вот, как бы, есть официальное учение церкви, а есть неофициальное, как бы. Но и то, и другое есть книга православной церкви. Допустим, официально церковь никогда не одобряет, как бы, насколько я понимаю, ни патриархи, ни митрополиты, не одобряют спиритизм. Но неофициально в самих же жития святых десятки, сотни, можно, как бы, свидетельствовать именно общение с умершими, духами умерших. И поэтому на практике священники благоставляют спиритистов, но не афишируют это никогда, значит, и позволяют, говоря так обычно, даже в семинариях об этом я вскользь в Загорске слышал, что вот нам нельзя, допустим, ну, семинаристам подобное, но для старцев это можно. Вот духовные старцы, духовные опытные вот эти вот, как бы, схимники, может быть, или вот экзорцисты, вот эти вот, Кирилл Наум, допустим, я возле Наума, архипандрит Наума, это тогда, в 1889-м, это был пик его славы. Это, как бы, один из всесоюзных батюшек, как называли его тогда. То есть, со всего Союза там были люди, тогда еще был Советский Союз, и масса народа, я, ну, не ошибусь, если скажу, что порой там по 2-3 дня люди ждали приема, только лишь, это большая очередь, сотни людей, и иногда я был возле него. Один день Наум меня лично, чуть не зарубу, привел к себе в Келью, и я молодой семинарист, я находился возле него. Но я спросил, вот сейчас, что делать с ней? Он говорит, нет, просто сегодня, просто наблюдай, просто здесь стой. А матушке говорю, о, он так тебя, как бы, так полюбил, так тебя, как бы, ну, приблизил себе это, ты учись, вы слушали, вы все внимательно. Но я слушаю, я целый день ничего не делал, абсолютно. Все мое дело было только лишь слушать и смотреть, что происходит. Знаете ли это, я не был там ни служителем, ничего, ну, как бы, нет, служителем я был, конечно, а хором руководил, значит, читал, пел, но не священник же. И я был там в Келье Наума, значит, в Союзном батюшке, она же такая личность, такая, думаю. Вот, но потом, спустя годы, да, я много что запомнил там, но спустя годы я понял, что то, что я видел, является не христианской духовностью, а околохристианской и даже не христианской духовностью. И частью обманом. К сожалению, спиритизм, общение с умершими, очень характерно. И вот, именно из спиритизма родилось откровение о якобы необходимости молиться за упокой, за умерших. Но запомним этот пример, макали с черепом, общение макали с черепом. Так, местописания обычно приводят следующие, вырваны из контекста, что вот Бог не есть, Бог мертвый, Бог живых, у Бога все живы. Такая философия, она, знаете ли, и в семинариях преподается, и вот есть во многих учебниках, популярных брошюрках. Значит, Кирилл, Архимандрит, это другой как раз батюшка такой всесоюзный, их два-то было в Загорске, это вот Наум и Кирилл обычно, обычно к ним ездили всегда. Вот, значит, ну с Кириллом я так по сроку-то виделся, значит, и он более такой жесткий человек, такой мне показалось, Наум-то он как бы сразу так располагал. Так вот, знаете ли, что интересно, Кирилл написал книгу тогда, ее потом опубликовали, Кирилл был тогда, ну как бы, тоже один из духовников Лавры, и один из духовников, получается, патриарха тогдашнего, потом избранного патриарха, значит, уже Алексея Курова, там Пимен был еще патриарх. И, что интересно, издал книгу, она имела длинное название такое, «Почему необходимо молиться за умершее» и дальше там что-то еще, большое название такое. И опять-таки, тогда же, пролистав эту книжечку, я как бы, ну, раньше уж отметил для себя, что все это вот учение, оно основано, по сути, на опытах, личных опытах, вот этих, спиритических опытах монахов. А местописание, это просто как прикрытие, получается, вот этого, значит, учения. То, что на самом деле у Бога нет мертвых, это правда. Это истина библейская. Но то, что у нас нет мертвых, это ложь большая. Потому что у нас, у людей, есть мертвые, есть живые. Есть два состояния. И мы не можем, как бы, живые иметь общение с мертвыми. И не можем живые повлиять на судьбу умершего человека. Вот, я вам глубоко убежден, вскоре, что Писание само запрещает нам контакты подобные. Не потому, что они невозможны. Практика тысячелетий показывает, что контакты возможны. И, насчет, больше того, контакты не только с умершими, но и с бесами. Насчет подвиды умерших тоже возможны и реальны. Насчет, даже не то, что там тысячелетия назад, в наши дни, у нас один священник есть, отец Борис Стрельский. Так, так, скоропостижно умерла, это понял, перед всего этого свидетельства. И, а мужчина этот, муж ее, он настолько, вот, как бы, они любили друг друга, он, значит, как бы, ну, потерялся вообще. Каждый день на кладбище, плачет и вообще в отчаянии таком, знаете ли, и, значит, стал выбивать и на кладбище каждый день. И, вот, значит, потом Борис рассказывает, там, не помню, как там у них все это произошло. По-моему, этот мужчина, как раз он сам прибежал к нему, к Борису. Значит, и, значит, просто до помощи, батюшка, помоги, пожалуйста, это очень тяжело. Значит, а что, оказывается, умершая стала, как бы, приходить с нему и домогаться его. Вот, значит, да, а он, значит, типа, прийти, приходи, мол, и вот она и пришла, как бы. Вот, он, ты что, с перебоя, что ли? Да нет, какой-то перебой, всяк мель сошла, быстро, говорится, когда, значит, ее шаги, ее голос, значит, там, и вот, сразу подразвергнут, значит, ты как бы, иди, все, с ночью не спал. Значит, и, вот, они общались, и он его научил, значит, ну, они помолились, он покаялся, но насколько там, он покаялся, трудно сказать, искренне, не искренне, но, по крайней мере, помолился, молит и покаяние, а потом, а что делать, вот, если опять она придет, как бы, а, вначале, кричит с улицы, говорит, значит, зовет меня, значит, ее голос, как бы, потом заходит в дом, вообще, говорит, кошмар, жуть такая, вот, значит, и, значит, отец Борис научил ему, что, значит, что это, это дьявол, надо гнать его во имя Иисуса Христа, значит, помолись, там, молитву такой, объяснил ему, рассказал, показал ему, как, ну, ладно, на другой день, там, как-то, через день, там, получилось так, значит, он приходит, и рассказывает случай такой, да, на самом деле, опять зовет меня, значит, я, значит, в шоке, начали, потом вспоминаю, что там, и написал себе, что надо молиться, и она ходит, значит, прямо, в двери, значит, как бы, вот, ее силуэт, все, голос, там, все это, это я, говорит, и я, как бы, как ты сказал, говорит, я помолился во имя Иисуса Христа, а потом матом, матом, и, короче, она стоит, говорит, и вдруг говорит мне, а христиане так не ругаются, говорит, и ушла, и не возвращалась, и я, я, говорит ему, ну, вообще-то, это дух прав, она, то есть, когда христиане не ругаются матом, но ему понравилось, что молитва подействовала, и мат подействовал, говорит, да, вот так вот, так что, в принципе, случаев, ну, очень много, особенно, вот, когда в селе служил я, там, как бы, это, ну, это вообще, очень популярная тема такая, да, ну, там, трудно определить, правда, где там, ложь, где правда, но, если и конкретно правдивый случай, когда, вот, реально, умерший, реально, к сожалению, в это время, когда, вот, я говорил, цезарепатизм, да, и был заказ политический на смешание с язычеством, вот такие откровения, они были, кстати, они были, как бы, имели, значит, спрос, если бы, допустим, церковь была бы, ну, библейски, выстроена, евангельски, глава Христос, там, Слово Божье, то, конечно же, такие откровения, они всегда где-то возникают, но, они бы не имели распространения, такие откровения, сегодня мрак тоже искушают, это не проблема там конфессии, это не проблема там православных, или католиков, это вообще общая проблема, общая христианская проблема, я, допустим, сталкивался с протестантскими, служителями даже порой, имевшие откровения, спиритические откровения, значит, и, вот, допустим, там, один из примеров, таких, для меня был, сейчас, ошибающий пример, когда, значит, одна из сестер, уже пожилых сестер, она с церковью пятидесятнической, ее считают пророчицей, даже там, значит, и, я, ну, вкратце скажу, я надеюсь, что она покаясь сестра, все-таки, она уже, там, лет пятьдесят верующих, уже там, уже пожилая сестра, значит, и к ней, там, и даже епископа приезжает, порой, как бы, за словом, каким-то таким, знаете, гадателе, через нее, чтобы было что-то сказано, я не спорю, возможно, Бог через нее, как бы, кому-то и говорит, но то, что мне было сказано, это было явно не от Бога, и она сказала такие слова мне, что, значит, говорила ей хорошие слова, но в то же самое время сказала, что, что ей якобы открыто, что молиться за умерших не надо, но за некоторых, даже, даже необходимо молиться, как бы, за умерших, и она рассказала примеру, значит, когда она обращалась к своему, там, пастору, епископу, что, значит, некоторые братья умершие, с их церкви, союз христиан веры евангельской, значит, которые были при жизни служителями, как бы, ну, известными братьями, они, как бы, с того света, уже умерли давно уже, значит, но с того света передавали бесточки, просили помолиться, потому что ей было очень плохо, было там, в загромном состоянии, вот, и она, общаясь с пастором, и с епископом, рассказала, как бы, ну, это я знаю с ее слов, я не знаю, как там было на самом деле, но с ее слов она общалась с ними, и рассказала детали некоторые, которые эти братья умершие рассказали, И это убедило служителей этих церквей пресиатническо-пратестантской, что это как бы правда. И они помолились. Пока они благоставили ее, чтобы она молилась за этих братьев, но никому это в церкви не рассказывало, потому что это не церковное учение. У нас это не принято его учение. Просто это в православии принято, у которых у нас это не принято учение. Даже братья не поймут, говорит. За них можно, но не за всех молиться, а за тех, которые особенно просят какой-то помощи, которым очень тяжело. И притом эта женщина уважаемая. Я даже не хочу говорить ее имя, потому что в церкви пресиатников ее очень уважают. И епископы, я говорю, приезжают, и даже руководство епископов, и харизматари, которые приезжают, порой пожилые служители некоторые, которые в движении харизматическом находятся, приезжают за общением засловного Господа. Я лично то, что услышал, я передал вам. На все мои доводы, что это не библейское учение, и оно является спиритизмом, женщина не слушала абсолютно. Этой сестре уже порядка 80 лет, но она убеждена, что ее опыт этот, это опыт истинный опыт. И она каким-то образом, видимо, убедила служителей некоторых в протестантской церкви, что ее опыт это истинный опыт. Другой пример могу рассказать, но это уже не я был свидетелем, это просто я прочитал где-то в интернете. Один из епископов на католическом сайте было опубликовано, что один из епископов Песиатнического союза Европы в своем выступлении сказал, что ему ехал с Мария. Он увидел Марию, Богородицу, это было Меджигорье. Во время поездки в миссионерское Меджигорье, там где чуть не каждый божий день является Мария, десятком порой людей, уже на протяжении двух-десятков лет. Есть такой феномен Меджигорье в Европе, там где является Мадонна Мария. Я читал на сайтах католических, как она является, большинство людей, допустим, описывают так, что они вдруг, допустим, в горах видели силуэт, темные силуэты в черном женщины. И считали, что это являлся им Богородице. Большинство так описывают. Другие там еще слышат голос, женский голос, о котором говорили. А третье там что-то еще описывают, но как именно этому епископу явилось в Барию, я не знаю, там больше ничего не написано. Каким он, силуэтом, или голосом, или как-то еще. То есть, это о чем говорит, что сверхъестественный мир, он реально, да, но искушает враг сегодня всех также. И нужно всем дирать ухо востро, и любой опыт, духовный опыт, необходимо проверять Слово Божье, чтобы нам не заблудиться. Потому что, как вот тогда, в те времена, допустим, Макария, я бы вас слушал, но он поддался тому и стал распространять эти ереси. И многие другие монахи, спиритисты, они эти ереси дальше распространяли, к сожалению. Ну, пример еще такой, по поводу молитвы за покой. Значит, да, вы, значит, запомнили Макарий с черепом через лет сто, наверное, даже больше, наверное, лет сто пятьдесят, наверное, после этого. Это шестой столетик был, наверное, уже. Был такой пример, описан он у Кирилла Павлова, кстати, Архимандрия, в его книге. То есть, такой популярный, известный пример, тоже, среди православных, особенно служителей. Значит, как бы, как бы молитва за покой, она разбилась дальше. То есть, началась у нас через спиритизм, через общение с умершим черепом этим. Потом случай в бане был. Значит, один там священник, Константинопольский, Величерский, он ходил раз в неделю в эти бани, и там он обращал внимание, что какой-то есть там мужчина, банщик, как бы, на общественных началах суетился, подавал, уносил, приносил все, как бы, служил всем, как бы, и он обратил на него внимание, что постоянно там в бане, постоянно он помогает всем, как бы. И однажды он спросил его кое о чем, и дал ему хлеб с серпи, как просворк, допустим, да? Значит, и спросил, почему он здесь все время в бане, и все время служит, как бы, все время, как бы, только лишь суетится и помогает. То он сказал ему свою историю, как бы, такую печальную, что якобы он уже умерший давно уже, вот, покойник уже, вот, значит, а то, что он помогает, это, как бы, значит, это его, как бы, ну, заслуги, что ли, какие-то определенные. Вот, священник спросил, почему ты не там или не там, почему не проявили в аду, а меня не приняли, ни туда, ни туда, говорили, а послали в баню, вот, значит, очистилище, как бы, такое, значит, и, чтобы он зарабатывал какие-то там бонусы, что ли, и, значит, этот священник очень пожалел такого бедолагу, этого зомби, этого несчастного, значит, и, как бы, спрашивал этого зомби, а что я могу тебе сделать вообще? Могу ли я помочь тебе, раз ты такой вообще непрекаянный, как бы, ни богу свечки, ни черного почерга, так говорят, знаете ли, в народе. Значит, и, ну, он попросил, говорит, давайте попробуем, батюшка, вы сделаете за меня хлебопреломление, я сам не могу кушать, потому что я умерший уже, хлеб, вино, а вы за меня сделаете хлебопреломление, а подействует, ну, посмотрим, вот, как бы, на надлежание недели, каждый день вы совершаете за меня хлебопреломление, мое имя правосношая, принимаете хлеб, вино, а через неделю, если меня не будет здесь, значит, подействуло, а если я буду, значит, ну, как бы, в следующий раз посмотрим, может, что еще придумаем. И вот, значит, и батюшка этот, как бы, послушав зомби этого, как считается, это, вот, описано в православной литературе, католики вот уже не верят, слава Богу, значит, они отказались от этого опыта мистического, как бы. Ну, вот, значит, и священник всю неделю совершал хлебопреломление, совершая причастие за себя, как бы, и за вот этого умершего, его имя правозношая, и потом, через неделю пришел, того зомби след простыл, как бы, все, значит, подействовало, его куда-то приняли. Ну, вот, и родился такой обычай, который называется до сих пор, как бы, обедник за упокой, или сорока уст за упокой. Это, проще говоря, хлебопреломление, причастие за умершего человека, за душу умершего человека. И это обычай, вот, да, это шестое столетие, даже вторая половина шестого столетия, потому что проспорка она была, да. Так вот, и этот зомби, как бы, я не знаю, что за шутка была такая, неудачно, наверное, но священник поверил, и самое интересное, этот обычай прижился до сих пор, настолько очень сильно, что вот сейчас в любой храм даже зайти, традиционный, православный русский, и спроси, вот, что я могу сделать для умершего такого хорошего, то обычно ответ стандартный, это отменя за упокой, сорока уст упокой. Обычно прихожане даже не знают, что это такое, как бы. Там смысл весь в том, что пекутся просворочки, елиные, да, просворочки, как грибочие такие, двусоставные они. И там, если обратите внимание, там нет щепоточки такой, или треугольничка. Он обычно на это внимание не обращает к людям, а это самое важное, как считается. Глеб посвящен умершему как раз, вот, его вырезают, и вложат на такой дискос, золотой, возращённый. И потом, в момент служения, когда там уже причастие совершается, живых, как бы, потом священник чашу показывает, ну, вначале он уходит, «Со здравом Божьим и верой приступите, кортом благострили, гривен и вы, Господь!» Красивый, некрасивый, это что есть, то есть. Причастие, потом он чашу показывает и уходит в алтарь, ставит на престол, значит, и сыпает эти все частички, так называют их, в чашу, и говорит молитву, смысл которой в том, чтобы, вот, в этот момент, души умерших, о которых поминаем их, здесь, они были омыты кровью Христа. Считается, что души умерших прочищаются в момент, как бы, крови и тела Христа Иисуса, и мываются грехи ихние. Вот, что смысл обеден. А для удостоверения, всё это потом съедает бабушка, священник потребляет, говорит, потребляет. Значит, когда принес на жертвенник, на жертвенника всё это съедается. Если слишком много, и батюши не исправляются, то зовут дьякона. Дьякон помогает. Это его обязанности. Да, нам, батюшек, надо заверность молоко даже давать. Работа опасная такая. Ну, когда там 2-3 литра, допустим, тёплого, разогретого вина, значит, с хлебом, значит, такая каша такая получилась, вот, значит, а потом ещё надо забывать холодным кокорбин, значит, или тёплым, то, конечно же, это всё, значит, потом потом уходишь из храма, уже, не знаю, 2 такси. Вместе с одного. Так что работа, наша служба и опасные. Вот, и поэтому дьякон, он, кстати, он должен помогать. Ну, в принципе, у нас был такой дьякон, чтобы два раза не надо попросить. Вот, а вообще-то, значит, на праздники, за, допустим, субботы родительские, там до 6 тысяч просфорок у нас было, вот в соборе, когда служил я, вынимали до 6 тысяч, это мешки такие с этими просфорками, и много чаш стояло, и всё это надо было потом съесть. Нельзя было оставлять на завтрак, допустим, на завтрак. Нет, там всё съедать было сразу. Вот, и, ну, а что делать с просфорками? Просфорки раскупают прихожане. Вот, большинство берёт с собой домой, съедают там, на месте, нарезают, дают детям, то есть, вовлекая несовершеннолетних в оккультную практику, по сути. Потому что смысл этого обряда в том, что человек, он ест просфорку, и умерший он не может кушать, а, как бы, человек должен предоставить своё тело, вот, для этого, как бы, эксперимента, такого, как бы, духовного эксперимента. Но, я обратил внимание, кстати, один из моментов таких, моего служения ещё в РПЦ, на последнем моём приходе в Брянской области, Свято-Васильевская церковь, то, значит, там, знаете ли, что, обратил внимание, что вот те бабушки, что как раз активно заказывают эти все сороколуста за упокой, есть такие очень религиозные женщины, которые постоянно этим занимаются, у них, как правило, проблема оккультного плана, вот, это настолько, не просто раз, два, три, а это постоянно, как бы, вот, нельзя было не увидеть связи. И ещё, ещё более, там, пугающе было для меня, знаете, что определить? В городе так не видно это всё, в селе это больше видно, потому что там постоянно ты общаешься с этими людьми, и, как бы, и выслушиваешь их потом на исповеди, как бы, и делаешь выводы какие-то определённые. И, знаете, вот, и выучата их, как правило, имеют внуки проблемы, оккультные проблемы, потому что есть такие понимания, учения, особенно монахи их распространяют, что поминание умершего лучше всего делать через детей. Они не раздумывают, не размышляют, чистые души, как бы, они принимают, как бы, значит, им для умершего лучше, чтобы в этом принимал участие ребёнок, а не взрослый, который может, там, не верить, или сомневаться, или, как бы, или, там, греховный человек, там, как бы, значит, чтобы была чистая душа, вот, и поэтому какие признаки окульной зависимости были? Я вначале это никак не сопоставлял, значит, и не хотел даже думать об этих вещах, но потом оно, это само собой произошло. В 96-м году это было само собой, потому что эти же бабушки внучат своих, которых постоянно прикармливают этими просторгами, приводили с просьбой нам помолиться, признаки были какие-то плохое, нарушение сна, сны были ужасные, значит, кошмары, умершие являлись, значит, но, как бы, это не было, там, один, два, три случаи, это очень много таких случаев, и священники на, вот, именно, на приходах, на сёлах, это замечают, но, как правило, на это, либо стараются не думать об этом, скорее всего, вот, и не все видят причинно-следственную связь вообще, но оккультизм реальный, и, конечно же, вот, ну, для меня было очень странно, что вот обряд, обычай, который очень сильно распространён сегодня, и один из таких ключевых вообще обрядов, он основан на, как оказывается, на общении с каким-то зомби в бане какого-то батюшки, о котором, кстати, батюшке почти ничего больше неизвестно вообще, что он для себя представлял до этого, после этого, насколько, ну, то есть, вообще, очень странная история, но она настолько великам понравилась, что когда Русь приняла христианство, то, значит, это добыча он сразу же, как бы, ну, нашел для себя такую, ну, почву такую, знаете ли, странно очень, но когда я узнал, откуда этот обычай пришёл, знаете ли, мне стало легче от этого освободиться самому, по-первых, то есть, я перестал это делать, на броскомедиях я перестал последние мои литургии, в том храме, где служил, я опускал полностью все эти поминальные молитвы, но я не мог как приходское священник менять литургию, там её кроить, я был обязан это делать, поэтому вскоре после этого я, значит, осознание я, значит, благочинному старшему священнику в соседнем районе, я просто объяснил, что по идейным соображениям я не могу больше исполнять обязанности священнослужителя, и, как бы, объяснил, что вынужден уйти вообще. Это не влиял на вас никто, да, это внутри вас само происходило, да? Ну да, но влиял в Библии, и общение, молитвы, и размышления, с женой размышления, вот, и потому что со священниками, с другими я пытался говорить, но, как бы, ничего конкретного не мог, вот такой вот один священник говорил мне, грамм 150 даны, и вопросов, вопросов нету, вот, ему помогает, мне не помогало, вот, и, значит, и, значит, и 150, и бутылку, и не помогало, потому что она просто все вырвала, и потом я вообще это... Я понял, это не для меня просто вообще. Вот, а, значит, ну, большинство священников пьет, я так понимаю, сейчас понимаю, из-за, как ни странно это звучит, из-за вот этого конфликта, из-за бездуховности, и вот этого конфликта внутреннего. Многие священники умные священники, много знают, даже больше, чем можно предлагать. Я порой с московскими священниками, например, когда общался потом уже, уже когда он даже вышел, уже из РПЦ, но я все равно приезжал еще к некоторым священникам, мы общались, и я вдруг удивлен, ну, удивлялся, я узнавал, что, оказывается, некоторые из них знали гораздо больше моего и раньше моего, но однако же они продолжали все это делать. Как вот пример такой, там, один, ну, уже он умер уже, священник, вообще-то можно уже говорить, как бы, такой был Чистяков Георгий, хороший был священник, он меня поддержал, один из тех, кто меня просто поддерживал и морально, и финансово, и вообще-то, ну, просто помогал. Знаете ли, он, значит, одна же сказала, что, ну, тоже там привезли в епархию московскую было собрание духовенства, привезли там, и все обязаны были подойти там мощь и пославать, ну, как привилегия. Я, ну, я фиг в кармане сложил, поцеловал. Значит, он понимал прекрасно, что то, что это оккультизм, это оккультный обряд, он понимал, больше мы его знали, он читал, ну, понимаете, такие вещи, которые он мне сам даже порекомендовал некоторые вещи прочесть, я был в шоке. Значит, историю оккультизма он изучал, ну, все время, еще у него, не то в университете, не то где, как бы, и интересовался этой темой еще тогда, то есть, и он знал это все прекрасно, но однако же он все это делал, пусть даже с фигой в кармане, значит, но он это поцеловал. Я не знаю, кто еще из священников там фигу в кармане держал, значит, но Георгий это делал, но понимаете, в чем проблема, то что он-то делает, как бы, да, но ведь другие-то прихожане, допустим, они посмотрят, скажут, о, батюшки это делают. Хотя, да, все-таки взрослый, в чем-то оправдывал его постоянно, так, оправдывал тоже, значит, тем, что все-таки он там старался у себя в храме, там, в Москве, там, все-таки как-то о Христе все время рассказывал, как-то, ну, все разговоры как-то к Иисусу переводил, ну, максимально пользу он делал, конечно, как ни крути, максимальная польза была у него на его месте, но, честно говоря, я, ну, мы разные все люди, конечно, я не такой, если я что-то понял, что это неправильно уже, и это не так, то я не могу это продолжать делать уже, хотя пробовал бы начало делать, допустим, то же самое пищи младенцев, допустим, еще в 96-м году еще крестил еще, вот, некоторых младенцев, но пытался максимально, как бы, из этого пользу какую-то извлечь из этого обряда, допустим, с родителями и с крестами, там, проводил какие-то встречи, предварительные там, две-три встречи, Дарину Новую Завету разъяснял ему вероучение, основу христианского, как бы, говорил, что это должно быть осознанно, сознательно, с вашей стороны, по крайней мере, вот, все эти обряды делал бесплатно совершенно, значит, там, и в нашем храме даже какое-то объявление повешенное мною, что в нашем храме, там, все богослужения требуют, крестины, лечения, кровати, там, прочее-прочее, совершается бесплатно, значит, и, конечно, некоторые даже приезжали, с других, значит, приходят, приезжали и говорили, что, а ваш храм православный, вообще, как бы, что-то странное, батю, как бы, не наши веры, вот, и, хотя я поступил по уставу православной церкви, потому что по уставу священники не имеют права назначать даже сумму приблизительного вознаграждения за свои обряды, там, традиции, да, прочее, так было до революции, и так до сих пор, в принципе, по уставу так оно и положено, но вот во время Второй мировой войны Сталин, он обязал священников, обязал церковь, значит, делать это, значит, брать эти такси, ну, тарифы, это расценили священники многие, наверное, как вот именно временное явление, на время войны, суровой такой войны, но потом война закончилась давно уже, Вторая мировая, вот, а, значит, традиция осталась до сих пор, хотя был опыт, конечно же, и до революции, вот, назначение сумм, вот, допустим, при Екатерине Второй, кстати, Первой, вот, впервые в истории православе был опыт именно такой, она издала, однажды, указ, в котором, допустим, там была обозначена сумма минимальных вознаграждений за церковные требы для дворянства, вот, а почему она была вынуждена это сделать? Потому что большинство дворян вообще обычно ничего не жертвовали, значит, и, или ограничились, ну, совсем мизерными поршнованиями, даже крестьяне порой больше жертвовали, значит, там, и, и когда Екатерине это все доносили, она распорядилась минимальной суммой вознаграждений за церковные требования вести для дворянства, но это было только лишь при ее правлении. А это таинства или молитвы тоже входили в это? Таинства, все обряды, крестины, венчания, отбивания, значит, ну, все, панихиды, все цепонно действия, таинства, обряды. Вот, и, значит, но после смерти Екатерины это вот еще забыли, как бы, и больше не вспоминали. Вот, допустим, дореволюционный опыт еще в начале 20 века, 100 лет назад, как раз 13 год, 1913, значит, там был скандал такой в Петербурге, в Синоде, потому что с Бессарабии, с Молдовы, значит, пришли жалобы крестьян на то, что эти монастыри некоторые, бессарабские, рассылали приз-куранты такие по селам, монастырским селам, приблизительных сумм вознаграждения, желательно, чтобы сумма вознаграждения за крестины, за венчания, отбивания были такие-то, допустим. Это не правило, не обязанностное, но пожелание. И вот с этими пожеланиями, значит, селы были ознакомлены, и вот нашлись грамотные крестьяне, которые на это беззаконие стали жаловаться в Петербург, отсылая вот эти письма монастырские. И в Синоде очень жестоко наказали этих, конечно же, этих настоятелей, во-первых, монастырей, их лишили служения, отослали в отдалённые сибирские монастырия для исправительных работ, значит, как послушников, вот этих архимандритов, значит, титулованных и прочее. Вот, и распоряжением Синода, вот это всё, весь этот позор был оглашён в вестнике Санкт-Петербургской эпархии, значит, потому что в настольной книге священнослужителя есть ссылки на как раз и на издание, церковное издание того времени. И было строго у нас только указано, что священнослужители не имеют права даже напоминать людям о вознаграждениях и приблизительно суммы обозначать. По канону православной церкви, по уставу, который до сих пор никто не отменял ещё, священник, если он это делает, он должен быть на 2-3 месяца, по-моему, запрещен в священнослужении при первом нарушении, при повторном пожизненно лишён священного сана. Но Сталин, он нарушил эту традицию многомеховую православную, значит, безвозмездного служения, и потому что в уставе православной церкви написано, что из Писания даром получили, даром даём. Вот, значит, и, значит, он обязал священников платить, давать деньги, чтобы люди платили им деньги. Притом были обозначены как раз, значит, либо самим Сталином, либо его помощниками, конкретная сумма вознаграждения за такие-то, такие-то обряды. Священникам были оказаны отмечать все обряды, совершённые в храме, значит, и подавать отчёт в отделы по делам религии. Значит, и это была система выставлена Сталиным, очень жёсткая система РПЦ и РП. Значит, а в 46-м году, после окончания Второй Говори войны, когда был в Москве собор проведён, русско-православная церковь, и обновленческая церковь православная была вообще запрещена, с, значит, опять-таки, распоряжением НКВД Сталина лично, в 46-м году это произошло, значит, после военной нагреве уже, то, значит, этот обычай, брать суммы, таксы, ставить в храмах, она сохранилась. Хотя вот Алексей Второй, уже в конце своей жизни, в последние годы, он напоминал священникам, что это, как бы, беззаконно то, что сейчас происходит, значит, но уже Кирилл стал патриархом, вот, уже 2012 год заканчивается, но обычай остался. Обновленческие какого года появились вообще? Вообще, обновленческое движение началось, как считается, историками, в 1905 году ещё, ещё до революции, первые были заявки о необходимости реформы, обновления. В Санкт-Петербургской епархии 32 священнослужителя подписали письмо «Союз 32-х». В 1906-м их было уже 42 священника. В Петербургской епархии, там были, правда, диагонали, которые, можно сказать, все были священники. Ни одного епископа, ни один епископ не поддержал обновленчество тогда, к сожалению. Хотя, как сказать, во время революции 5-го года, один из епископов, он выразил свою поддержку, но его тут же уволили и отправили на пенсию. Это был один из епископов Санкт-Петербургской епархии, векарий, Антонин Грановский. Он был, по-моему, епископом, да, епископом, или нарвским, или, я не помню, он был один из епископов Санкт-Петербургской епархии. И его уволили, на пенсию отправили и восстановили его в служение только лишь уже после революции 17-го года, где-то в 19-м или 20-м, я не помню каком году, он снова начал свое служение как епископ. И он был один из лидеров обновленчества в Москве, в заиконоспасском монастыре, вот я рассказывал, что иконостас демонтировали, это же по его благословению. Он был такой интересный реформатор, сам с Полтавщины, родом. Но он первый, да? Как? Он первый вообще? Как реформатор, он первый? Нет, ну, первый из епископов, наверное. Первый из епископов в православной церкви. А вообще, здесь, в Питере, первым был все-таки Боярский. Вот дедушка Михаила Боярского, нашего артиста, известно, да? Вот, Александр Боярский, он же Сигинюк. Значит, в 13-м году, или 14-м, они стали Боярскими. Жена у него была Бояновская, он был Сигинюк. Но с украинской фамилией в царской России карьеру не сделаешь, поэтому обычно еврейские фамилии, украинские фамилии менялись на какие-то российские фамилии. Сигинюк. Сигинюк. Вот, значит, и, ну, есть книга, значит, как раз именно театральной династии Боярских, там это рассказывается кое-что. Я хочу, даст Бог, провести семинар именно, как раз, посетил Боярскому Александру. Вот, значит, и вот был бы очень хороший, если бы Михаил поддержал, чтобы пришел, потому что он как внук вот этого реформатора. И еще до революции Боярский Александр, он как раз, по сути, заявил о необходимости реформ и очень радикально. Кружок Колпина, он организовал тогда кружок прогрессивного православного духовенства и мирян. В 19-м году, в 19-м, кружок, он назвал кружок церковной революции, как-то так вот, или революционно-церковной кружок. Значит, в него входила уже там группа уже священников петербургских. Когда он был настоятельным Исаакиевского собора, уже значит, в Питере, то именно этот собор Исааки, Исааки Толманского, он стал красным центром, один из центров реформации здесь в Питере. Вот, и Боярский там проповедовал. Но потом Боярского арестовали, его сажали. Первый раз его арестовали еще при Ленине, ЧК его арестовал и, в принципе, его расстреляли бы. Если бы не рабочие, поднявшие, ну, сделавшие стачку, значит, в советское время, значит, да, уже первые годы советской власти, рискуя быть саботажниками советской власти, там, два или три завода просто остановили свою работу, рабочие вышли на улицу. Значит, написали письмо-петицию Ленину лично с просьбой освободить Боярского, ну, по сути, от верной смерти. И было распоряжение лично Ленина, распоряжение освободить его. Но потом при Сталине он был снова арестован, Боярский. И, как бы, оповестили народ, что его, как бы, просто выслали без права переписки. А на самом деле его не выслали, его просто расстреляли в подвале тюрьмы. Значит, это было уже в 37-м году. Семья его, Боярского, ждала его возвращения до самой смерти Сталина. А после, уже при Хрущене, пришло извещение, что на самом деле никуда его не увозили, не увозили, не отправляли, значит, а просто в подвале тюрьмы расстреляли по указке Сталина лично. Потому что Сталин боялся Боярского не меньше, чем, значит, там, политическую оппозицию Троцкого и других. Потому что религиозная оппозиция, это, по его мнению, это была очень серьезная оппозиция, более чем даже политическая оппозиция. Сталин, он воспользовался советом еще первого чекиста Дзержинского, Феликса, потому что сохранила записка Феликса Дзержинского к Ленину, где он пишет, что православ церковь разваливается, но вот именно в обновленной форме нельзя допустить православие. Значит, значит, Сталин, Сталин прекрасно понимал, что в обновленной форме, именно в обновленческой форме православие происходит угрозу, как раз для молодого государства. А дальше из Петербурга вышло обновленческое движение? Да, из Петербурга, да, в Москву, в Москве это храм Христа Спасителя, он потом был взорван, это был центр обновленческого общества СССР. И в Украине, это в Харькове, в Туле, во многих городах, в принципе. 72 епархии. 72 епархии, это религиозных таких губернских областных объединений, поддержали обновленческие движения в СССР. К началу репрессий, к началу 30-х годов, ГУЛАГа Сталинского, примерно две трети всех храмов в России, в Советской России, так или иначе были обновленческими. То есть, больше половины, однозначно. И, в общем-то, ну, потом в Сталинской мясорубке, допустим, Подмосковье, ну, это Москва уже, по сути, на юге Москвы, Южная Бутова. Сейчас тоже Москва, по сути. Раньше это было за Москвой далеко. Там был полигон, один из секретных полигонов НКВД. Его рассекретили только уже в наше время, значит, там, сотни лет, там, пятнадцать назад, тресок, там, его рассекретили. Вот, значит, официально он был, числился, как стрелковый полигон НКВД. Для офицеров НКВД, значит, и КГБ потом СССР, стрелковый полигон, значит. Но, реально это было место расстрелов, массовых расстрелов, геноцида, тридцатых годов, сороковых, пятидесятых даже годов, последние были там массовые расстрелы. Там были расстреляны, просто людей свозили, значит, машинами, были машины душегубки, то есть, в тридцатые годы, когда выхлопные газы шли прямо в закрытую машину и уже в Бутово привозили трубу уже. Вот, значит, были машины, оборудованные НКВД, как лазаретные машины, больничные машины, собирали инвалидов-колясочников с Москвы, значит, незалечимо больных, как бы в санатории возили. Офицеры НКВД одевались в белые халаты, они имели реальное медицинское образование, то есть, не могли квалифицировать все объяснить, как бы, как медики. И родственникам объясняли, что их вывозят именно на лечение. На самом деле, я не говорю, их не лечили, а в Южный Бутово свозили колясочников, там был полигон оборудован еще один из бараков, как именно поликлиника, то есть больница, с крестами, все как положено, людей заводили, раздевали, как медосмотр, потом выводили к краю платформы, стреляли и закапывали потом строительным мусором, с Москвы много туда вывозило строительного мусора. Вот, значит, это 30-е годы, и в 39-м году, в принципе, в Москве не осталось нету колясочника, то есть, всех постреляли, они были как балласт для советской власти, поэтому запись 30-х годов это здоровые молодые люди, в основном, значит, там маршируют, значит, больных, вы, если хронику посмотрите, 30-х годов, конца, начала 40-х, в Москве не осталось нету инвалидов, то есть, всех, по сути, постреляли. Лишь тех НКВД оставляло, кто представлял, как бы, ну, интерес для государства. И, значит, и вот там же, в Бутово, там сейчас мемориал небольшой такой, и там же в Бутово, значит, есть списки священников, там очень много обновленческих лидеров было расстреляно, просто их вывозили туда, им не говорили, что их будут расстреливать, их не судили, никак, без всякого суда и средства, их просто вывозили, как бы, на допросы, значит, на, как пересыльная тюрьма, там, как бы, им говорили, а потом, там уже у края обрыва расстреливали, и потом закапывали этим мусором строительным. И, значит, сейчас там, вот, мемориал, и я там бывал, что это мемориал нужный Бутово. Вот, но это, по поводу обновленчества, я еще и пять и несколько, что расскажу еще. После перерыва мы продолжим говорить. Спасибо. Да, пару баллов, что сделаем. Правильно.